Студенческие годы мне подарили фотокамеру Nikon Coolpix L310. По сути, та же мыльница, но уже с более приятными характеристиками на то время. Наверное, именно благодаря этому подарку я и увлекся видеосъемкой, а вследствие видеомонтажом. Я никогда не любил фотографировать, мне казалось, что это слишком просто. Сейчас-то я уже понимаю, что ошибался, но тогда все равно видеосъемка была мне ближе. Для того, чтобы создать клип или даже фильм из домашнего, либо профессионального видео, нужен хороший инструмент, а именно программа. На дворе 2020 год. Сейчас такое изобилие программ в интернете, что вы просто себе не можете представить, как платных, так и бесплатных. Я не могу утверждать, какие хорошие, а какие нет. Это будет не объективно, потому как я не всеми ими пользовался, не читал информацию, отзывы. Это будет неправильно. Из множества приложений для видеомонтажа я выделил 5 самых популярных и востребованных, которые уже завоевали доверие у пользователей. Тремя из них я сам пользовался, а двух других наслышан от друзей. И там, поверьте, тоже есть о чем рассказать. Итак, представляю вашему вниманию топ-5 лучших программ для видеомонтажа по версии канала The White U. Начинаем. Пинакл Студио На рынке стоимость данной программы составляет 50 долларов. В переводе с английского языка слово «пинакл» означает «вершина». Ведь программе есть чем похвастаться. Она базируется на быстром движке и славится своей скоростью работы. Содержит 2000 кастомных эффектов, обладает удобными инструментами для обмена данными с облачным хранилищем. Важной особенностью программы являются интуитивное управление, доступность трёх пакетов на выбор, «пинакл» студио базовая, расширенная «плюс» и максимальная «ультимейт». Более 2000 эффектов и переходов для видео и аудио. Функция кейинга, а именно процесс совмещения двух и более изображений или кадров в пределах одной композиции. Возможность оценить использованный эффект в окне предварительного просмотра. Что сказать, программа пользуется популярностью, но, к сожалению, многие пользователи замечают скудность в эффектах и проблемы с установкой дополнений. Помимо этого, клиенты отмечают наличие ошибок ещё с девятой версии, которые с выходом новой всё равно не устраняются. Но справедливости ради скажу, что ошибки возникают во всех программах, и такой проблемой грешат практически все номинанты данного топа. Как бы то ни было, «пинакл» студио – программа профессионального видеомонтажа, и она будет удобна в том числе и для домашних экспериментов. Сообщают, что её функционал не хуже, чем у того же «премьер про». Но, как вы понимаете, стиль работы, меню и визуализация несколько отличаются. Эта программа более проста в использовании, чем остальные, и если вы никогда в жизни не монтировали, то разобраться будет несложно. DaVinci Resolve. Стоимость приблизительно 350 долларов. Данный видеоредактор повсеместно используют в Голливуде. Как многие сообщают, в цветокоррекции данной программе нет равных. Однако, многих DaVinci подкупает совсем не этим, а скоростью рендеринга видео, которое даже на процессорах десятилетней давности позволяет это делать быстрее всех существующих на сегодняшний день программ. Однотрековую четырехминутную видеодорожку Full HD сохранить с кодеком для YouTube он способен за время, равное его воспроизведению. Тогда как к тому же Sony Vegas при тех же условиях понадобится около 15 минут. Кроме того, производитель выпускает две версии, платную для профессионалов и бесплатную для любителей. Разумеется, любительская версия урезана, но как по мне, это всё равно лучше, чем ничего. Если вдруг вам нужно быстро поменять в ролике звуковую дорожку, добавить свои титры и логотип, который вы забыли, это идеальная программа. Но есть свои нюансы. DaVinci Resolve капризная программа. Для запуска её требуется относительно хорошая видеокарта. На встроенных и офисных она отказывается запускаться, так как не находит в железе нужные ей возможности. К оперативной памяти тоже большие требования. Если на борту менее 4 гигабайт, она вряд ли запустится. И даже в случае, если у вас по железу всё хорошо, не спешите радоваться. У DaVinci тоже есть свои приколы. Неожиданные закрытия, баги при загрузке таймлайнов, вылеты при подготовке к рендерингу, работе с аудиодорожкой, добавлению видеофайлов в рабочую область. В общем, любые манипуляции, связанные с ожиданием задач в очереди. Это всё способно захлопнуть вашу программу. Лично я, работая в программе Sony Vegas, уже выработал для себя привычку сохранять после каждых трёх действий. С DaVinci Resolve советую соблюдать те же правила. Она чрезвычайно капризная, но уникальна по-своему. Тут как повезёт. Sony Vegas. Ух, роднулечка, самая глюканутая программа из всех, которыми я пользовался и пользуюсь. До 2016 года права на программу принадлежали Sony, но после были проданы компанией Magix. Стоит данная прелесть от 230 до 700 долларов за боксовую версию, хотя, кстати, я находил и дороже. При всех её недостатках, это самая удобная и простая в освоении программа, лично по моему мнению. С лихвой хватает для любительских и большинства профессиональных задач. К услугам пользователя присутствуют стандартные стильные эффекты и переходы, которые в дальнейшем можно будет приумножить сторонними плагинами. Поддержка распространённых форматов, мощный инструментарий для работы с аудио и много других возможностей. Программа также требовательна к железу. Стоит сказать, что эта программа – одна из немногих, которая пользуется большей популярностью, чем остальные. И при всех её глюках и вылетах, ею пользуется огромное количество блогеров, видеографов, режиссёров. И, как я уже говорил, я сам ею пользуюсь. Долгое время данная программа меня во всём устраивала, но уже начинает не хватать функционала. Хочется большего, но, к сожалению, данными инструментами эта программа не владеет. Или владеет, но сделано всё настолько неудобно и криво, что всё равно не будет работать так, как я этого хочу, как я это вижу. Поэтому, если у вас нет больших требований к монтажу с использованием сложных переходов, эффектов, редактор 360-градусных роликов или отслеживания движений, то Sony Vegas – отличная программа, и я могу её советовать. Только совет. Нажимайте почаще Ctrl-S. Final Cut. Данный видеоредактор разработан компанией Apple для своих систем macOS. Стоимость данной программы составляет 360 долларов. Эта программа достаточно гибкая и не особо прихотливая в работе. Идеально подходит для создания коммерческих видео, рекламных роликов или документальных фильмов. Что касается любительского видео, то данная программа, как мне кажется, немножечко не то. Стоит отметить минимальное количество тормозов, лагов, сбоев при работе и предпросмотре. Привет, Vegas! Возможность предпросмотра того или иного эффекта без применения его к файлу. Эффекты смасштабирования без потери качества, гибкость к форматам и многое другое. Но, несмотря на всю прелесть и функциональность программы Final Cut, многие пользователи испытывают скованность и ограничения в программе. Всегда чего-то до не хватает, то в цветокоррекции, то в переходах хочется большего разнообразия. Несмотря на богатую библиотеку эффектов и переходов, их оказалось не так много, как на первый взгляд. Также скудное наличие туториалов, обучающих видео и литературы в интернете. Возможно, сейчас информации становится больше, но если сравнивать с Premiere Pro или Vegas, это небо и земля. Но при всём при этом многие пользователи отмечают лёгкую обучаемость. Буквально за сутки можно освоить базовые функции программы и начать монтаж. Интерфейс смотрится органично и удобен в использовании даже на небольших экранах, что нельзя сказать про тот же Sony Vegas или Premiere Pro. Так что, если у вас железо производством от Apple, то Final Cut – это именно то, что вам нужно. Adobe Premiere Pro – именуемая как лучшая программа для видеомонтажа и, наверное, так оно и есть. А стоит данная прелесть приблизительно 500 долларов. Эта программа является идеальным инструментом для любого процесса постобработки или монтажа отснятого видео. Стоит отметить, что именно эту программу используют многие известные специалисты киноиндустрии. Существенным преимуществом данной программы является её свободная интеграция с другими продуктами Adobe. Большинство профессионалов используют связку Premiere Pro, After Effects, Photoshop и Adobe Audition. Такой программный пакет решает практически все задачи, с которыми может столкнуться профессиональный работник телевидения или простой любитель видео. Если вам необходима программа для простых задач монтажа, то, будем честны, для вас будет проще выбрать Sony Vegas. Если же перед вами стоят более серьёзные профессиональные задачи, тогда стоит учиться работать именно в Adobe Premiere Pro. Интерфейс программы является максимально удобным и интуитивно понятен. Практически все операции в программе можно выполнять с помощью горячих клавиш. При необходимости каждый может настроить раскладку индивидуально. А что самое главное, Premiere Pro очень стабилен в своей работе. Вы практически никогда не столкнётесь с вылетами или зависаниями программы. Несмотря на то, что разработчики программы постоянно стремятся сделать интерфейс Premiere Pro максимально простым и удобным для освоения, далеко не каждый пользователь способен во всём разобраться самостоятельно. Но благо информации в интернете более чем достаточно, а значит разобраться и научиться будет не проблема. Ну а какую программу уже выбрать, решать вам. Я надеюсь, мой топ помог вам прояснить некоторые моменты и выбор ваш стал уже не таким сложным, как в начале. Если это так, то оцените это видео лайком, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. Пишите в комментариях, какую программу выбрали бы вы. Или если уже пользуетесь, то какой. Кликайте на колокольчик, оказывается это важно, если вы не хотите пропускать новые, интересные и, надеюсь, познавательные видео. Меня зовут Влад, вы смотрели канал Девайт Ю. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok